Мама выпускника Анастасия Стрижаченко сменила свое рабочее место на школьную парту. Сегодня в школе номер 11 она сдает единый государственный экзамен. Всероссийская акция ЕГЭ для родителей проходит не впервые. В этом году мамам и папам было предложено написать ЕГЭ по русскому языку. Не секрет, что сдача ЕГЭ зачастую становится более суровым испытанием для родителей, чем для выпускников. Недостаток информации заставляет додумывать всевозможные ужасы, с которыми дети могут столкнуться на экзаменах. Цель ЕГЭ для родителей – повысить информированность об особенностях экзаменационных процедур. Решила попробовать, испытать на себе, что они проходят сейчас, давая ЕГЭ. Сама процедура, что ты заходишь, проходишь металлоискатель, на тебя смотрят камеры, ты сидишь один. Все доброжелательно, все очень понравилось, все объяснили, что непонятно, рассказали. В пункт сдачи ЕГЭ пришли 22 человека, причем в основном мамы. Только один папа выразил желание попробовать свои силы в русском языке. Волнение родителей витало в воздухе. Присутствующих разделили на три группы с соблюдением всех санитарных требований. И далее родители смогли сами пройти все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль. А потом приступили к написанию небольшой работы, составленной из заданий, аналогичных представленным на ЕГЭ. На выполнение родителям дали всего 55 минут. Как объяснили организаторы ЕГЭ для родителей, огромное значение при сдаче экзамена имеет психологический настрой. От него во многом зависит успех. Конечно, без положительного настроя родителей ребенок не будет настроен хорошо на ЕГЭ. Поэтому и родителям проговорим, и детям проговорим, что ЕГЭ – это просто испытание, которое они должны пройти. И должны настроиться на то, что это не конец света, что есть еще попытки, которые помогут ребенку пересдать, возможно, даже лучше сдать этот экзамен, если с первого раза не получилось. Что не в этом году, может быть, в следующий год. Но все это решаемо, что ребенок может позаниматься, и все решит, все прекрасно у него будет. Хотя не все родители подготовились на отлично, многие досрочно справились с заданиями. И сошлись во мнении, если к экзамену готовиться не от случая к случаю, а систематически, то ЕГЭ сдать совсем не сложно. Луиза Сосоева, Денис Наддельный, Даная Михайлова, Городские новости.